Фёдор Иванович Бурсовер в своей зрелите речи о народной поэзии в пернерусской литературе, произнесённой в 1958 году, подчёркивает, что ясное и полное уразумение основных начал нашей народности является едва ли не главным вопросом не только науки, но и всей русской жизни. Согласитесь, что это высказывание осталось актуальным и по сей день. Мы с вами весьма приблизительно представляем себе эти основные начала нашей народности. Пытаясь сегодня решить хотя бы малую часть этой задачи, мы обязаны обратиться к чужой народной традиции и попробовать рассмотреть её сквозь признанного тысячелетнего прошлого, в котором скрываются эти самые основные начала нашей народности. Отметим при этом, что в восточно-славянской народной традиции вообще, а в северно-рубской в особенности, сохранились такие элементы культуры, которые архаичны не только древнегреческих, но и даже тех, кто зафиксированы в Бриквейде, Махапкарате и Алисте, древнейших памятников и европейскими полотнями. В связи с тем, что именно обедительских текстах сохранились в большом количестве описаний объяснения древнейших индиевропейских календарных обрядов, именно эти тексты представляются необходимым использовать как дешифрующие при анализе восточно-славянской и текстности северно-рубской календарной обрядности. Это обусловлено как большей степени соответствия между вегетическим и русским языком, всего лучшей сохранности в нём арсоизмах, чем в западных языках, так и большей близостью русской-славянской либо поедительской традиции к индиеверам. Сохранившись до рубежа XIX-XX века верования северно-рубских христиан, особенно в устойчивых календарно-обрядовых циклах, чётко прослеживаются реликты архаического индиевропейского календаря, уходящего корнями клубина тысячелетий. Так, восточно-славянская и христианская картина мира чётко дифференцируют два временных цикла. В период от зимнего солнцестояния 22 декабря до летнего солнцестояния 22 июня и период от летнего солнцестояния до зимнего. Начало каждого из этих циклов было чётко обозначено календарными обрядами и действенными зимними святками и Иваном Купалым. Судя по некоторым реликам обрядов, а также по скандинавским материалам, глубокой грязности зимние святки длились в полный лунный месяц или 28 дней. Так у шведов святки были известны в обмене и Ольского и Лигурского праздника, как возникло и продолжительность всех. Этот праздник отправлялся в течение 100 равновидений и в данный печь Огина для благословенной жертвы и скорого возврата солнца. Начало праздника обыкновенно наступало в полночь 4 января и продолжало целых три недели, писал Забылим в 1880 году. Здесь стоит обратить пристальное внимание на два металлогических образа – Огина и Клура. Огин – жертвовный бог скандинавской мифологии, изначально представляющий в духовную власть, мудрость и сакральное знание. Он – платына небесного царства мертвых, который сам себя принес в жертву и пронзенный собственным копьем, 9 дней и сел на мировом древе, он, чего и спил священного меда поэзии и получил руны на пикле высшего знания и мудрости. Именно благодаря такой жертву обезгода соединился с мировым деревом и стал посредником между богами и людьми, между предками и потомками. Он удивительно близок к корейскому варуне, также владели космического океана, то есть небесного царства мертвых, седру мертвого, царю закона и хранителю сакрального знания. Варуне связан с деревом, кроме которого он держит в бездонном пространстве и корни которого вверх, а вверх и вниже смотрят. Здесь имеет смысл вспомнить русский джаковор «Идиноморье океане». На острове Буяне стоит дуб-каркарис, вниз ветлями, вверх торнями. При том, что в северно-руксе диалектах буй, боево-буелище, погост, плавниче тот свет. Стандинамский бог Тор первоначально мыслился как бог неба, имея явный свидетельствой с дубом дуба, указывающий на его первоначальную связь с мировым деревом. Таким образом, скандинамские связки в летние три недели были посвящены божествам, связанным с миром мертвых предков, тем светом и мировым деревом. Но восточнославянские связки также связаны с пультом мертвых, с миром ушедших на тот свет. Именно в эти дни, в мир живых, возвращалось к витье, умершие души которых во время святок селяли с тела и потомков пряженых. Судя по северно-рукскому материалу, вредились во данном учебе древности самые родовитые и знатные. Те, чьи роды были там и старыми в данной общине деревни и селе. Об этом свидетельствует одно из балабонских диалектных названий ряданых «кулиса». Но в тех же диалектах «кулыня» или «кулина» – знатный, богатый, родовитый. Стоит отметить, что транскриптская «кула» – это семья родов, знатная семья, кулага, принадлежащих знатному роду и продавитый знатный. Вообще известно, что в народном представлении у мертвых нет обычного земного тела, у нами нет облика. Поэтому они могут прийти в этот мир кое-какого заимства, у кого-то и живут его плоды. Винограмм, вдруг в Виноградово, подчеркивает, что рязвные и нищие являются теми, веково-разначенными людьми, при последничестве которых могут связаться с миром умерших. С детства это отметить, что русское слово «нищие» соотносится с древним единственным не в язве, что значит «чужое» неизвестно понять людям. Виноградово считает, что, по-видимому, можно разделить мнение ряда специалистов о том, что их основания, в том числе и языковые человечества, предполагают, что нищие и вяженые воспринимались как заменительные умерших, а щедрые подаривания в заколосах номинальных жертвов иношений. Такое восприятие вяженых дошло практически до наших дней. Не очень сложно переключать. Согласно данным, полученным фольклами антропическими экспедициями под руководством Анатолия Михайловича Микнецова в Санкт-Петербургской консерватории по давлению гражданской 80-90-е годы 20-го века, во всех районах Курской области инфоруторы помнят о таких обязательных персонажей сжаточного ряжения. Как прежде старцы, покойник, нелюди, чужаки, нищие, подвергушки, высокие старухи. Для того, чтобы душа живого человека, отдавшего на время свято свое тело предкам, крестик, реагированный как-то узнавать себя. За нарушение этого закрета провинившись в виде смертных боев. Так как считалось, что душа поименованного может не вернуться в его тело, занятый на время свято кем-то из его предков. Такое положение могло принести и осенне несчастным и бедствия, так как в днис-гарочке жили по закону территорного мира, не разведка. Именно об этом свидетельствуют воспоминания стариков и старух из разных районов Курсковской области в 80-е и 90-е годы 20-го века отмечают, что резиновых называли дедами, что они ходили молча и вылипали собачьи, пламенили дедами, что их лица были выможены сажей, что они были не смешны, а вызывали уваженный страх, что их ждали в каждом доме и готовились к этой встрече. Прерву нерусской народной традиции обязательно включили, когда, как правило, встречали самые лютые морозы, позже свечения воды купались в проруби, возвращая тому свету душу предка, которому отдал вовремя время свороцвета в свое тело. И сделать это было необходимо, так как с древнейших великих времен считалось, что кратчайший путь души на небо, в обитель богов и предков, это погружение в личные или морские воды, впадающие в конечном итоге бреку леченским леченый путь. Забыль и отмечал, что в Тихони, например, на связке снаряжалась большая лодка, которая ставилась на несколько саней и возилась несколькими лошадьми по городу. Вверху на лошадях везлилших лодку, и в самой лодке сидели ряженые. Даже в 1996 году в деревне Журавлёв в конец Довского района Псковской области по экстрементам сообщили сутки, что любимец на связке в Рождество обязательно должны были обливаться с тремя дозрами колонной воды, то есть воды, рождающейся и протекающей под землю. Жители того света, проведав своих потомков и наградников или наказать, обязательно возвращались в свой мир. А живые делали всё для того, чтобы ни в коем случае ни одна мёртвая леса вероятно объяснение всему этому комплексу верований и соответствующих им обрядовых действий надо искать где-то в глубинах тысячелетий, когда они только зарождались. И в таком поиске невозможно обойти вниманием самые алкогичные европейские мипопоэтические тексты, сосредоточенные европейские Махабхара-теористы. Так, в 34 главе Махабхараты Мухша Хармы, одной из книг Махабхараты, царь Махашира спрашивает своего наставника птишну. Что называется неприходящим, откуда нет возврата, и что называется приходящим, откуда возвращаются снова. Он же говорит смертельно раненого птишны, тебе осталось жить несколько дней, пока к югу идёт творец солнца, а когда к северу повернётся водыга, ты пойдёшь путём наивысшим, и когда ты пойдёшь навстречу Блаженску, а с кого нам принять поучение. Переводчик и комментатор Махабхараты, академик Смирнов, в связи с межперечисленным текстом писал, время движения солнца на юг считается тёмной половиной года, умершее в это время подвижит возврату. Движение солнца к северу от зимнего до ритмого состояния светлой половины, умершее в это время не возвращается. Хисма силой и боли задерживал свою смерть до начала светлой половины года. То есть, проектируя данную ситуацию на восхитнославянскую русскую традицию, мы могли бы сказать, что Хисма ждал свято, который начинается с начала светлой половины года или дня богов. Дело в том, что в великая традиция время живых, умерших и богов было различным. Сутки предков один лунный месяц, где 14 дней в день и 14 дней в ночь. Сутки богов в год, где день светлая половина или движение солнца на север, с 22 декабря по 22 июня, а ночь темная половина или движение солнца на юг с 22 июня по 22 декабря. Во время святок предки, обреченные вечную жизнь и блаженство в мире богов, могут прийти на свой день или даже на свои сутки, то есть на 14 или на 28 дней к потомкам, чтобы подарить им благородуги, счастье, здоровье или наказать их за правильности. Но возвращение обреченных предков в эту жизнь, реинкарнация их в живых людей абсолютно невозможна, ибо они навсегда принадлежат иному миру. Отправление в душу мир, что в день богов на тот свет после святок происходит по принципу, сформулированному еще в Махакарате, где богиня Ганга говорит, блажен, кто оканчивает жизнь здесь в волнах. Он обретает бессмертие и живет в отителье богов. Кстати, сказать, именно поэтому достаточно долго в Восточно-Твальянской традиции считалось преступлением спасения утопающих. И бывало такое, что тот, кто тонул, и когда его спасали, он потом весьма-весьма активно пообщаться со своим спасителем. В унису с этими словами звучат строй напоминания стихов, сохранившихся в России на наши дни, как по моревскому и русскому райисше рай светлый. В отличие от зимних святок, те провода обожественных предков, заглянувших в наш мир на день и винаступки, но не более, были логическим завершением обряда во время летнего трудсостояния на Ивана купала, когда светило поворачивало на юг и начиналось ночью вокруг, душу умерших стремились вернуть обратно на землю для их инкарнации пожилых людей, новорожденных детей. День Росы предварял праздник купала. Забылен отмечал, что ночь накануне 22 июня, то есть Дня Святого Иоанна Престечи и Ивана купала, называлась Роса, которую праздновали почти все северные народы. Он пишет до ныне в Бижне вечером на Росской северный петь герки и делиться, что называется у них «Иди на Росу». И продолжает далее, может быть самый праздник Росы по тому назвам что древние Элью, что веки и эти моря родящиеся от испарений морских, то есть есть Роса. Через 47 лет после Забылина в 1927 году об этом же празднике пишет Зеленин в своей восточно-славянской этнографии. В этом ночи Роса обладает в детской телебной силе, в ней купаются, чтобы сохранить здоровье и красоту, поют ею коров, чтобы они довали много молока. Вероятно, здесь имеется можно вспомнить слова русского комментатора XI и XII века к христианскому поучению обгонавили духа в человека, который, представляя литерического рода к христианскому савоопу, писал «Тот и не род, седя на воздухе, метит на землю груды, и в том рожаются дети, всем Бог есть творец Бог, а не род». Поскольку слово «груды» или «грудь» обозначает дождь и росу, мы можем сделать вывод, что автор поучения дождал своих современников в том, что рождение детей и дождь и роса, которые бросают с неба в укроп на поля, никак не связаны между собой. Но само появление подобных противопоставлений отрицаний подтверждает тот факт, что вера в яснейшую связь рождение детей и росы в народе была чрезвычайно стойкой и очень древней. И здесь мы вновь обращаемся к ведической традиции, которая гласит «Под предков ведет на Луну, откуда души не спадают с росой, возникшей из месяца». В представлении ведических агер летнее самостояние есть высшая жертва, так как солнце, достигнув созвездия рака, поворачивает назад по кругу зодиака, то есть начинает движение к югу, достигнув крайнего зереного положения солнца, когда устало не нуждается в потребляющем напитке сома, который находится в доме сомы, то есть луны, и же смирнул. Останавливает свет солнца, пьет лунный напиток и принесет себя в жертву, слабеет и склоняется на юг, где и возрождается к козероге. Душа умершего свободна как птица, но попадая в проявленный мир, она становится бескрылой, так как превращается в воду, растут дождь, а вода это проявленное, то есть умерший, получая умное тело, снова может воплотиться. Дальнейшая судьба умершего зависит от той жизни, которым он спрошил. Темные направляются в преисподнюю, красные растут к человеческому существованию, светлые мир богов уходят причастные счастливой доли, силу исключительной злобности одни попадают в звериные луна, силу праведных неправильных тел человеческие, силу праведных божественные луна. Таким образом, часть умерших упрощается в новой жизни и в животных. Другая, умершая в день богов с 22 декабря по 22 июня уходит в божественные луна, из этих тел они переходят в воду, из воды в свет, из света в воздух, затем в пространство. Из пространства не возвращаются те, кто приобщились к бытию безопредельного достигнув. И, наконец, третьи, умершие вновь богов с 22 июня по 22 декабря возвращаются в наш мир к новорожденными детьми. Но для того, чтобы они смогли много обвести человеческий облик, их необходимо было зачать в человеческом углу. И этот процесс начинался именно с 22 июня с великого жертвоприношения солнца, когда наша свечила, великий ферракрезер начинала свой смертный путь в зиму, где она возрождалась в пасеруде 22 декабря. С 22 декабря по 22 июня она ушла путем бессмертных, а следнее восемь в состоянии с великого жертвоприношения указывал путем смертных. В восточнославянской и балкской народной традиции праздник росы, предваряющий Ивана Купала и сам Купальский обряд, будучи началом мрачных иных, как выключали в процессе инкарнации. Праздник росы и Купала бесспорно связанных с росами бадуи и озер, но Купальский обряд также отмечен ярко выраженным поклонением горам, на которых были костры, деяльным цветам Купальские венки огни солнцу. Касаясь этим орудия названия Купала, Бутева пишет, обращаясь к лендарийским языкам, мы встречаемся с таким возможным толкованием этих имен. Купала происходит не в слове что в форме Куп, Купаться, а состоит из двух слов Куп, что значит на транспекте Земля, и Пала, податель, дорог, охранитель. И в таком толковании имени Купала больше соответствует сущности Бога Солнца. А для священных омывений связан с культом Солнца очень тесно. И в современной и древней Индии воду возливают молчать с изображением Бога Солнца, в воду входят, встречая восходственница. Это естественно так согласно лирическим представлениям из воды порождена порождена приходящая земля, а приходящий мир от приходящего. В Магабаре есть предание о том, что когда Бог в грозы Рудра селился в огонь, то часть его семьи упала на гору, другая в воду, третья попала в лучшие томства, четвертая на землю и пятая в деревья. В Эгрусе утверждается, что этих пять нужно покитать лучшими цветами тем, кто богат желает. Нужно оказывать им почтение и радость покоения болезней. Им должны поклоняться здесь те, кто желает благо своим детям. Ну а дети это те, кто всего своих праведных и неправедных дел в предшествующей жизни вновь был зачат человеческих ломок и вновь пришел в этот приходящий мир. Поклонение воде и огню, рождающим плит во всех ее проявлениях и возвращение на землю тех, кто должен на нее вернуться, вот смысл и содержание упалу. Именно таким он представляет в описании автора XVI века Игумена Панфила. Вечером собирается простая черта боевого пола, заплетаются левенцы из гидомого зелья или коренья и перепорядивший бельем возлетает огонь. Индия наставляет зеленую ведьм и емко-зеркалуцы около обращаются к рестовому огня, поющей свои песни, приплетающей к упалам. Потом через он огонь перескакует. Игда во приедет самый праздник, когда воскресует умерщ, мало не весь град возметется, в селах взбитятся, в губной сопелье и буденья в стромах и плесканием и плесанием. То есть мужем и отроком великое падение, мужеско-женское и величие шептание, глубное и воззрение и женам мужетам и отсквернение и белым растением. Подводя итоги, можно сказать, что, судя по всему, в основе восточнославянских календарных обрядов, отмечающих такие важные моменты года во взимнее и летнее самостояние, лежали те мировоззрительные установки, те же нефологемы, что зафиксированы в юридических текстах и дверей с махапарой теористии. 1. Каждый умерший в день богов обретает вечную жизнь в мире богов или инкарнации в мире людей не подбежит. Им посвящены святки, время, когда они могут посетить своих потомков. 2. Каждый умерший в ночь богов обязательно должен вернуться в мир живых людей росой, дождем или снегом, чтобы переоплотиться на морозного ребенка. Праздник росы, предваряющий Ивана Купала и сам купальский обряд, будучи началом мрачного свете, так как душа на том свете изначально имела световое или огненное воплощение, то и во время зимних святок и на Купалу живые люди приобщались к миру уменьшу через все три ипостаси огня собственно огонь солнце-костер, воду, несущую в себе потенциальный огонь, дерево, трением которого двух от друга получает ритуальный живой огонь. Древние календарные представления деления года на две половины божественные день и ночь подходит к тому отдаленному историческому периоду, когда ветки индоевропейцев и в частности иранцев и славян обитали при поляре на севере и восточной Европе. Факт такого пребывания доказывается тех, кто мереклезом об пара при обествии, держится краточное детальное описание природных реалий на этих высоких северных широках. Выдающийся индийский исследователь Тилок писал в своей работе арктическая родная следа в 1903 году. Они не были тактонами ни в Европе, ни в Центральной Азии. Их исходный регион лежал где-то вблизи северного полюса в эпоху Палеолита. И они не прервали туда в Азии и Европу ни под влиянием неодолимого импульса, а потому что наступили неприятные изменения в климате этого региона. Он отчеркивает утверждение, что день и ночь вокруг делится по 6 месяцев крайне широко распространено в древней индийской литературе. Миры тоже указывают на северный поле, на исповную землю и других народов, кроме Арии. И не взял предупреждать, что только Арии здесь севера. На ходе есть основания читать с 5 раз людей. Фанжаджана часто упоминаем в их дети. Могли быть телев по словам с арми на их общей родине. Но постойку, поскольку мы сейчас с вами говорим о народных представлениях. То есть, скажем так, о низшем среде. Мы можем говорить и о высшем среде. Я неслучайно застряю на этом внимание. Мы с вами стоим на пороге совершенно новой эры. Начинается эра водолея. Но мы его называем водолея, а древние называли его, древние индо-алицы называли его Варна, древние индо-иранцы называли его Акура Мазда. Это в тиберечном звучании. В древнем звучании звучало Ас Ура Мазда. Что значит Ас Я Ура Свет Мазда Творец. Я Творец Света. И поскольку наши с вами предки поклонялись Свету, но не Солнцу, ибо они говорили Эй Бо есть Солнце Свету. Они поклонялись Солнцу не неосижаемому, Свету неосижаемому вернее, и считали, что весь космос это огромный, разлитый, светоносный океан. А поскольку поскольку как насколько я понимаю современная физика считает, что действительно то, о чем мы говорили, информация, свет движется по законам гидродинамики, то мировой океан или космический океан, которым владел Варуна, Варуна владыка космического закона, он владеет всем во Вселенной, он Творец Света, и в связи с этим мы с вами, извините меня, некая следующая субстанция этого света, мы целиком и полностью зависим от владыки Варуны, начиная с крови, которая течет по нашим кровеносным сосудам, и которая тут лишь раствор солей в воде, и заканчивая всем остальным, то действительно мы имеем дело с представлением о владыке, вселенной, о владыке вселенского закона, о владыке космического, повторяю, океана. Так вот, эра этого владыки космического закона грядет на рубеже 21-го, 22-го марта начинается новый год, как его называют народы Азии, на ум, новая радость, начинается новый год, и начинается эра вороной, который являет нам воду во всех ее ипостатях зимой и в виде пара, и в виде иния, и в виде снега, и в виде воды, и в виде льда. Мы его с вами еще называем дедом, маргусом, который приходит и наказывает нас или награждает. Не случайно его называют дедом. До 17-го века живого дедушку никто дедом не называл. Это было категорически запрещено. Об этом, кстати, писал Фоминцев и Божество Дедных Славян. О том, что дед это на маниплатура творца. Реального дедушку можно было называть только дедку или детку. И поэтому Фоминцев пишет посему дед и есть имя самого творца. Итак, не остается вас поздравить с грядущей эрой творца. Когда раскрываются законы Вселенной, законы космоса, мы с вами на пороге. И может быть поэтому и говорите об этом. То есть к нам с вами идет информация, мы всего лишь навсего работники. Нет во Вселенной ни одного пустого атома. Каждый выполняет свою работу. Так что давайте выполнять свою работу. Хорошо.